СНЕЖАНА ЖУРАВЛЁВА СНЕЖАНА ЖУРАВЛЁВА Сегодня же в нашем городе в ходе большой конференции под названием «Агломерация» Наталья Комарова предложила сосредоточиться на перспективах развития Сургута. Взгляде экспертов, специалистов в области градостроительства, урбанистики, конечно, самих жителей города, на то, каким должен быть Сургут в завтрашнем дне. Этот взгляд сходится в главном. Сургут должен быть крупнейшим центром инноваций, местом закрепления передовых градостроительных подходов, создания современной и комфортной городской среды. На конференции глава Сургута Вадим Шувалов поздравил с праздником всех строителей. Градоначальник подчеркнул, что без усилий представителей именно этой профессии такого развития топливно-энергетический комплекс Западной Сибири не получил бы. Вадим Шувалов поблагодарил Наталью Комарову и правительство автономного округа за поддержку усилий мэрии в создании комфортных муниципальных пространств. Важная задача, которую местные власти уже поставили перед собой, превратить Сургут из города Вахтовиков в удобный и комфортный для жизни город. Мне было приятно, что сургутяне уже до 20% участия в денежных средствах, которые выделяются на открытые комфортные пространства, на придомовые территории, они принимают участие. Люди заинтересованы и готовы совместно с администрацией, со стройщиками работать. Наталья Комарова в ходе своего выступления поставила несколько важных задач перед правительством Югры и руководителями всех 22 муниципалитетов региона. Продолжением развития территории губернатор видит переход к цифровой экономике, диверсификацию потенциала Югры с приоритетом на ускоренное развитие высоких технологий и производства. Также необходимо вовлекать представителей молодого поколения в процессы формирования комфортной и современной городской среды, предоставлять доступ к качественной медицине и образованию, сферам отдыха и услуг. Наталья Комарова подчеркнула, что важно, чтобы люди не ждали перемен десятилетиями. Мы готовы решить, что участники конференции проработали ряд проектов, которые могут быть реализованы уже в ближайшие годы. Среди них формирование благоустроенного на современном уровне паркового пространства, изменение организации дорожного движения, создание шести новых общественных пространств общегородского значения, включая центральную площадь на территории между рекой Саймы, улицей Энгельса и Университетской. Развитие парка за Саймой вызывает живой, объяснимый интерес горожан. Теме развития нашего города, формированию комфортного пространства, паркам, скверам, дорогам и перспективам развития Большого Сургута через призму возможной агломерации была посвящена рабочая конференция по итогам апрельского урбанистического форума. Состоялась она накануне вечером. Участие в ней приняли власти нашего города, застройщики, эксперты и общественные деятели. Узнал больше о перспективах развития Сургута Дмитрий Круковец. Сургут является центром притяжения в среднем приобье. Это, впрочем, ни для кого не секрет. Рядом с нашим городом крупные Когалы, Мленторы и Нефтьюганск, а также поселения Пойковский, Федоровский, Белый Яр и Солнечный. Вся эта сургутская агломерация вместе составляет около 700 тысяч человек. Это Нефтьюганский район, Сургутский район, город Сургут. Везде видим целый ряд вопросов сотрудничества, которые сейчас, скажем так, решаются недостаточно эффективно в контуре межмуниципального взаимодействия. Это вопросы, во-первых, справедливого распределения бюджетных средств, да, когда, например, жители города Сургута работают в сургутском районе, платят там налоги, а, в общем, услуги школ, детских садов, здравоохранения потребляются в Сургуте. Понятно, что этот вопрос требует, скажем так, межмуниципального диалога. В этой же плоскости лежит и сотрудничество в сфере создания логистических и промышленных узлов, особенно в перспективе того, что строительство второго моста через Обь с прицелом на освоение Арктики станет все же реальностью. Мы прикинули возможности трех сценариев развития. Сдержанный сценарий, он фактически продолжает сегодняшние тенденции. Мы берем за существующее население примерно 390 тысяч человек сегодня в Сургуте. Ну, скажем так, ночует больше пяти раз в неделю. Медианность, усредненный сценарий дает развитие практически 500 тысяч, и опережающие за 500 – это все на 20-летний период. В прогнозах экспертов есть и неприятные вещи. Например, существенное снижение темпов строительства жилья до 100 тысяч квадратов в год и падение спроса на недвижимость. Но это в том случае, если Сургут не будет развиваться. А чтобы развиваться, нужно улучшать в том числе транспортную инфраструктуру или, другими словами, строить дороги, развязки, регулировать движение трафика, сокращая время стояния в пробках. Включить город в программу безопасной и качественной дороги, где вот как раз этот механизм софинансирования из трех источников, он усмотрен, и там 50% федеральных денег. Насколько это реально, это уже не нам, скромным транспортным инженером, судить, это скорее политика. Властям предлагают подумать над созданием программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, агломерации Сургута и Нефтьюганска вместе с районами, пересмотреть схему организации дорожного движения, активнее привлекать пассажиров в общественный транспорт, для чего наладить удобные схемы движения. Это относительно дешевые решения. Среди затратных рецептов продление улицы Семена-Белецкого до улицы Западная, создание дублёра Аэрофлотской, строительство эстакад на Нефтьюганском шоссе на пересечениях Состровского и Маяковского. С мая месяца я только вижу заинтересованность городских властей. Именно вот наблюдаю, как они заинтересованы в том, чтобы здесь ситуация изменилась. Опыт работы в различных городах показывает следующее, что иногда бывает, приезжаешь в город и понимаешь, что если ты ему и поможешь, то очень не сильно. В Сургуте можно достаточно сильно помочь. Кампус, технопарки и медицинский туризм – это лишь малая часть того, что должно появиться в нашем городе. Многие из предложений уже записаны в стратегии развития Сургута до 2030 года. Вопрос лишь в одном – где взять на всё это деньги? Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Сегодня утром близ нашего города открыли долгожданную транспортную развязку. Это один из участков дороги Сургут-Лентор, где идёт реконструкция. История путепровода насчитывает уже 10 лет. Возведение началось в 2007 году. При реализации проекта дорожники столкнулись с проблемой. В районе этого участка был расположен магистральный нефтепровод одной из компаний. Перенос сетей затянулся, и лишь в 2016-м подрядчики вновь смогли приступить к строительству. Компания «Автодорстрой» справилась с задачей за полтора года. И сегодня в торжественной обстановке мостовой переход открыли при участии губернатора Югры. Основные работы все выполнены. Осталось только участок съезда и подвоскоп, то есть депутатильные работы. Самые не такие задачи. Хорошо. Есть? Все. Стоимость второго этапа работ составила 613 миллионов рублей. Общая смета объекта превысила 1 миллиард 460 миллионов. Еще столько же окружному бюджету будет стоить реконструкция дороги рядом с развязкой. Зато, согласно проекту, вдвое увеличится число полос для движения транспортных средств, появятся фонари освещения, разделительные бордюры и ограждения. Полностью закончат все работы на подъездных дорогах к новому транспортному переходу трассы Сургут-Лентор в следующем году. После окончания реконструкции автодорога первой технической категории у нас будет идти от Сургута до вот этой развязки. Реконструируемый участок начинается от транспортной развязки перед поселком Солнечный. То есть, по крайней мере, здесь мы получим на самом напряженном по интенсивности участке региональной сети в округе, а интенсивность здесь достигает 40 тысяч автомобилей в сутки, мы получим полноценную автодорогу первой технической категории, то есть высшей технической категории без светофоров. Свой визит в наш город Наталья Комарова продолжила посещением нового центра адаптивного спорта Югры. Губернатору провели экскурсию по комплексу, показали главе региона залы индивидуальной силовой подготовки, ЛФК, медико-восстановительный центр, комнаты временного размещения и гордость центра, легкоатлетический крытый манеж. Оснащен он самым современным оборудованием. По словам опытных спортсменов, такого нет не то, что в Югре, но и во всей России. У меня невероятная радость, что здесь есть у вас на севере такое чудо, манеж. Манеж, вот, укомплектованный максимум, максимум. Друзья мои, я не видела такого еще в стране. Я очень горжусь вами и спасибо. Аплодисменты. Легкоатлетический манеж занимает порядка 4000 квадратных метров. Вместимость в трибун 450 человек. В помещении можно тренироваться по всем направлениям легкоатлетики. От прыжков в высоту до метания диска. Площадь всего комплекса составляет около 10 тысяч квадратов. Стоит добавить, что пользоваться ресурсами и возможностями учреждения будут не только профессиональные спортсмены. Посещать его смогут все югорчане, в том числе имеющие инвалидность. По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, то, что такой центр появился именно в Сургуте, не случайно. На наш город возложена важная миссия. Для Сургута это миссия, это ответственность выполнять серьезную государственную задачу. Вот это самое главное. Есть еще один серьезный фактор в этом отношении для принятия такого решения. Это успехи уже сложившихся лидеров в этих видах спорта и понимание того, что нужно в конце концов людям создавать условия. Также Наталья Комарова вручила награды и денежные премии призерам и участникам 23-х сурдолимпийских игр, которые завершились 30 июля в Турции. Заслуженные награды получили 7 пара спортсменов. Это Максим Бган, он стал сурдолимпийским чемпионом в метании молота. Бронзовые медали завоевали наши волейболисты Владимир Шмыгин, Максим Салмин, Роман Симоновский и Георгий Плешкевич. Анастасия Гринь стала пятой в большом теннисе. Юлия Любчик вошла в десятку лучших метательниц молота. Я очень рада встретить губернатора Наталью Комарову. Очень рада, что получила премию. Не зря я готовилась к этому всю жизнь. А накануне губернатор Югры Наталья Комарова посетила Лентор. Глава региона побывала в передвижном этнолагере для детей. Светлана Стебенькова расскажет, в чем суть такого формата организации летнего отдыха для ребят сургутского района и какие предложения по нему внесла руководитель автономии. Второклассница первой ленторской школы Даша Гридина – одна из 30 ребят, которые ходят в летний этнолагерь «Хантыйский дворик». Девочка рассказывает, за четыре дня, что идет смена, она не только обрела новых друзей, но и много чему научилась. Например, мастерить игрушки коренных народов Севера. А еще Даша в совершенстве овладела национальной игрой палочки. Пять палочек вот так на руку ложится, вот так, перекидывается и ловится. И сколько бы поймали, столько и защиты выцебал. Кроме изучения национальных игр и ремесел в этнолагере, детям рассказывают о традициях коренных народов Севера, обучают хантыйскому языком, причем разговорному. По мнению преподавателей, все это очень важно в воспитании подрастающего поколения Югры. Так важно, потому что мы здесь живем в Югре, мы все единые народы, потому что все народы называются ханты. В переводе значит человек. А вырастить доброго, светлого человека, Тунгпайлейко, человека-дела, это важное дело, задача всей России, чтобы мы были процветающей страной. К слову, организовал этот этнолагерь предприниматель Клим Кантеров. На реализацию проекта молодой человек получил окружной грант в размере почти 300 тысяч рублей. Опыт в организации такого вида досуга для юных югорчан бизнесмен имеет. В прошлом году он тоже устраивал смену детского лагеря, но прямо на своем стоебище, недалеко от Лентора. В этом году перебрались в город. Так вот, конечно, не очень большой, но именно что интерес детей именно к икрам в этой площадке очень большой, потому что прошлый год мы проводили, очень детям понравилось, и в этот год очень нравится детям, что такие мероприятия проходят. Посмотреть, как все устроено в этнолагере в Международный день коренных народов, приехала губернатор Югры Наталья Комарова. Плаву региона встретили традиционным обрядом окуривания, а также предложили поучаствовать в национальном ритуале поклонения березе, привязать на дерево шелковую ленточку. По поверьям хантов, если в этот момент загадать желание, оно обязательно сбудется. Всегда святость березы будет жить в твоей душе, и душа будет жить чистыми помыслами. Провели Наталье Комаровой и экскурсию по тематическим чумам. В чуме музыкальном глава Югры вместе со всеми выучила и спела песенку про олененка. После экскурсии по лагерю губернатор отметила, что подобные формы организации летнего отдыха детей в Сургутском районе опыт положительный, важная социальная практика. Наталья Комарова предложила даже протестировать вариант, когда школьники остаются в лагере с ночевкой. Сейчас же ребята находятся в хантыйском дворике только днем. Сейчас же очень много современных решений, таких мобильных каких-то помещений, которые можно там выставили на две недели. Это же две недели больше, наверное, не выдержат. Да, конечно, эти действия на одной площадке. Вполне можно это использовать. Можно даже залить в дом, но и два-три раза сделать это, и будет все нормально. Светлана Стивенькова, Вячеслав Шаркунов. Сургут. Интерновости. Кроме этнолагеря, Наталья Комарова посетила Хантыйский этнографический музей. Губернатору провели экскурсию по парку, познакомились с культурой, бытом и укладом жизни пимских ханты. Для восточной ветви финно-угорских народов территория бассейна реки Пим является исконной. По признанию муниципальных властей, музей – визитная карточка Лентора. Это излюбленное место туристов и местных жителей. У ленторцев есть даже своя традиция, связанная с этим местом. Сюда приезжают молодожены, чтобы совершить национальные свадебные обряды коренных народов Севера. Наталья Комарова, в свою очередь, предложила оживить музей интерактивными площадками. Больше живых площадок, чтобы не просто там лабаз, а вот, я не знаю, шел, купил, там весь игровол, я не знаю, макароны, положил там правильно, как положено, в этом лабазе разместил, например, да. Ну и так далее. То есть есть какие-то такие простые живые вещи, которыми живут люди, и они вполне могут притягивать. В ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали три человека. Авария произошла сегодня около 11 утра у дома на бульваре Свободы-1. Водитель Hyundai Accent нарушил правила дорожного движения при повороте налево. Он совершил маневр вопреки разметке, пересек сплошную линию и не пропустил газель. Так микроавтобус, двигавшийся по 31 маршруту, протаранил иномарку. В результате аварии пострадали три человека. Все они доставлены в травматологическую больницу. Я не знаю, вот наш друг просто позвонили, сказали, мы с вами подъехали. А он сейчас в больницу, да, увезли его? Да, скорая уехала, он в скорую ждал. Сильно пострадал? Я не знаю, ну разговаривает, по крайней мере, с нами. Водитель автомашины Hyundai, 87-го года рождения, нарушение правила дорожного движения, вне перекрестка, решил повернуть налево. При этом, естественно, не предоставив преимущества движения маршрутному автобусу газель. В результате чего произошло дорожное транспортное происшествие, при котором три человека пострадало. Сам же водитель данного автомобиля Hyundai и двое пассажиров данного маршрутного автобуса. С начала года на дорогах с Сургута произошло 184 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали 216 человек, четверо погибли. За аналогичный период 2016-го зарегистрировано 218 ДТП, в них пострадали 280 человек, один скончался. Депутаты Думы муниципалитета провели опрос среди горожан, чтобы узнать их мнение о состоянии дорог. Парламентарии реализуют проект «300 сургутян», который направлен на создание эффективного взаимодействия с жителями и заключается в регулярном мониторинге общественного мнения по актуальным вопросам. Согласно результатам первого опроса, более 70% респондентов считают, что улицы Сургута находятся в лучшем состоянии, чем в большинстве других российских городов. Крайне недовольны качеством дорожного покрытия в нашем городе оказались 15% проголосовавших. Принять участие в проекте «300 сургутян» может любой желающий, отправив заявку на страницы Думы в социальных сетях. Нет коррупции. На своей странице в социальной сети ВКонтакте глава Сургута Вадим Шувалов опубликовал информацию о том, что в администрации города на этой неделе пресекли попытку дать взятку одному из чиновников. Подробности о том, кому предназначались деньги, а также кто их предлагал, градоначальник не раскрыл. Однако предупредил всех, кто таким образом пытается решить свои проблемы, что, цитирую, «это путь в тюрьму». Конец цитаты. Также Вадим Шувалов поблагодарил сотрудников УМВД за оказание содействия в задержании лица, совершившего тяжкое преступление. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пазмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Окунитесь в приятную атмосферу новой летней террасы «Шеф Дымков». И попробуйте потрясающее сочное мясо, приготовленное на угля. По будням с 12 до 15 скидка 20% на все меню. Телефон 94-40-49. Только в эфире ЛАВ-Радио. Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай ЛАВ-Радио. И о погоде на 11 августа. Здравствуйте в студии Алина Белявская. В пятницу погода Западной Сибири обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с Атлантическим циклоном. В югре дождевые облака, температурный фон останется на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Только на западе региона под влиянием антициклона день обещает быть погожим. Ночью в Сыргуте и окрестностях облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 10. Утром также облачно, кратковременный дождь. На столбиках термометров около 10 градусов тепла. Днем по-прежнему облачно, местами дождь. Направление сила ветра не изменится. Температура плюс 8, плюс 13. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето-2017». Распродажа в салонах обуви «Саламандр» скидки до 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо расти и состоит в 751 миллиметр штутного столба. Наши 30 – это больше, чем их 50. Убедитесь сами. Только в «Карапузе» настоящие скидки на летнюю одежду. Большое предложение для маленьких модников. Карапуз! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего наилучшего. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok